Ремонт выгребных ям может войти в перечень работ по капитальному ремонту. Актуальную для региона проблему возможно решить на законодательном уровне. Для этого необходимо внести изменения в окружной закон об организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее предложение Фонд содействия реформированию ЖКХ направил в адрес Департамента строительства и ЖКХ НАО. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказала исполняющая обязанности директора фонда Алла Федорова. Сегодня в перечень услуг по капитальному ремонту входят 20 видов различных работ, кроме немаловажного для нашего региона ремонта выгребных ям. Их обновление не предусмотрено ни федеральным, ни окружным законами. А между тем, большая часть домов, попавших в программу капремонта, стоят на выгребных ямах. И это большая проблема, рассказывает Алла Федорова. Решить проблему ремонта выгребных ям в рамках капитального ремонта возможно, но для этого необходимо внести изменения в окружной закон. Этот вопрос уже стоит в повестке дня. Было написано предложение в департамент строительства об изменении 77-го закона, чтобы нести туда такой вид работ, как переустройство люфт-клозетов на систему канализации. Правда, согласно жилищному законодательству, это будет только в рамках границах участка жилого дома. Но все равно это можно будет сделать, если есть рядом канализация централизованная, то дом подключить на централизованную канализацию, а если нет, то, если позволит участок, поставить септик. Либо поставить просто колодцы канализационные, которые будут работать септиками, как вот на этом доме проработано. Есть даже у нас предложение, как можно это сделать, но у нас нет возможности. Как только в закон внесут изменения, выгребные ямы сразу попадут под действие программы капитального ремонта, а значит решатся коммунальные проблемы неблагоустроенных многоквартирных деревянных домов, в том числе дома 52Б по улице Ленина. Если нам внесут это все в закон, на следующий год, вот в этом году у нас таких домов ремонтируется 5 штук, где у нас нет канализации, где чисто выгреба вот эти вот. И мы их первоочередно будем ремонтировать. Но тут еще все, конечно, зависит от финансирования. Потому что у нас в фонде деньги не только те, которые собираются на капремонт, но идет еще и федеральные деньги и окружные. Вот за счет чего поставят в закон ремонт вот этих выгребных ям, их переустройство. Если за счет средств собственников, которые мы собираем, конечно, тут уже вопрос немножко другого качества. Мы можем уже их включить, допустим, в капремонт и на следующий год начинать уже делать. Потому что у нас даже по двум домам уже есть протоколы согласия жильцов делать переустройство этих выгребных ям. В настоящее время Департамент строительства ЖКХ, энергетики и транспорта совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ищет возможность устройства систем водоотведения в части переустройства выгребных ям на септике. Работа ведется в направлении изменения законодательства, а также рассматриваются возможности привлечения финансовых средств. Очевидно, что оставлять их в таком виде, в котором они сейчас есть, нельзя. Во-первых, это опасно для здоровья людей и причиняет массу неудобств. Во-вторых, нечистоты и вода быстро разрушают фундаменты, в том числе и тех домов, в которых недавно проведен капитальный ремонт. Так комментирует ситуацию Департамент строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Неницкого округа. В этом году жители региона перечислили в Фонд капитального ремонта более 64 миллионов рублей. В этом году в регионе планируют провести ремонт восьми жилых строений. Шесть из них расположены на территории города, один в поселке Искателей. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.